Господь наш Иисус Христос, когда был среди живущих на земле, когда Он был среди людей, Он искал в них веру. Или, наоборот, раскрывал им путь, который мог бы указать им в верное направление, в верное направление движения ко спасению. А без веры этого пути не обрести, без веры в Господа Бога, без желания идти этим путем у человека нет ни радости, ни счастья, ни вечной жизни. Вот почему сегодня в Божественном Евангелии Христос приводит замечательный пример того, как Он это делает, как Он в людях возгревает веру и отвечает на сердце верующего человека, его чаяния, отвечает на его запросы, какими бы они ни были. Вот сегодня мы слышали с вами, как начальник синагоги Иаир, у которого смертельно заболела 12-летняя дочка, причем она была у него единственной любимой дочерью. Ну и каждый представляет, 12 лет, это такой возраст и чистоты, и стремления, взросления, размышления. Сколько совместно они провели бесед, прогулок, и вдруг единственная и любимая дочь заболевает и отказываются от нее врачи, и говорят, что осталось ей совсем-совсем недолго. И вот этот законник, человек, который хорошо знал весь ветхий закон, хорошо знал Тору, который уже все средства для исцеления своей дочери предпринял, видит, что выхода больше нет. Но он слышал об Иисусе Христе, который ходит по земле и просьбы людей, если они от всего верующего сердца исполняют. И он решается пойти, найти Иисуса Христа. И как говорит нам сегодня евангелист Лука, он подошел к Нему и пал в ноги Иисусу. То есть он не просто подошел и попросил, он упал перед Ним на колени. Кто? Это не просто какой-то там помогающий в синагоге. Это был начальник синагоги. Это был очень авторитетный человек. И вот пред Иисусом он преклоняет колени. Он понимает и чувствует и верит, что только он, только Иисус, который творит такие чудеса, которые никто не творит, может исцелить его смертельно болящую 12-летнюю дочь. И тут Господь как раз таки и встречая этого человека, говорит нам удивительные слова, которые мы с вами слышим сегодня в Божественном Евангелии. «Не бойся, только веруй». Вы слышите? Не бойся. Вера твоя тебя спасет. Когда он отправился в дом к этому начальнику синагоги, по пути мы знаем, что встретила его кровоточащая жена. И вот она, как сказано у евангелиста, все свои средства уже израсходовала на так же врачевание, и ни одним не была исцелена, тоже подходит ко Христу. Но посмотрите, какая разная молитва. Этот преклоняет колени, а этот словно хочет быть незамеченной. Она верит, что если она даже прикоснется, потому что не просто упасть и просить, просто быть рядом с ним, прикоснуться к краю риз его, она уже исцелится. И вот эта молитва совсем другая. Она подходит к Иисусу Христу и прикасается, хотя была в нечистоте. Женщина не могла этого сделать, но она переступает через все запреты, через все преграды, и прикасается к Иисусу Христу, который говорит на это прикосновение о том, что сила изошла из Него. Кто-то прикоснулся ко мне, так, что даже ученики удивлялись, ну, Господи, смотри, сколько людей теснят Тебя. Ты же идешь практически в окружение огромной толпы, и каждый желает к Тебе прикоснуться, каждый хочет исцелиться от Тебя. Нет, говорит Христос. Я почувствовал, что сила изошла из меня. То есть Бог носит эту благодатную силу, которую раздает и чувствует, что это было непростое прикосновение. Как многие прикасались к Нему. Господи, дай к Тебе прикоснуться. Господи, дай хоть прикоснуться к Тебе. Нет. Это была вера такой силы, что сила Божьей благодати изошла, и Христос почувствовал, сказал, нет, кто-то прикоснулся ко мне так, что даже сила эта изошла на этого человека. И вот здесь, конечно, женщина поняла, что не может укрыться. Она раскаивается. Это я, Господи. Я та, которая прикоснулась. Но тут же она поведала стоящим, что как только я прикоснулась к Тебе, то крови прекратился. И я теперь здорово, Господи. И слышит от Господа слова «Дерзай, дщерь, вера Твоя спасла Тебя». Вот давайте, дорогие братья и сестры, обратим внимание на, во-первых, молитву. Какая она бывает разная. Она бывает коленопреклонной. Она бывает в храме. Она бывает холодной. Она бывает неисполненной. Потому что мы иногда просим и сомневаемся. А все, что не по вере, сказано в Писании, грех. Вы слышите? Даже то, что не по вере, является грехом. Есть такое удивительное сравнение. Когда ты молишься, представь себе, что идет суд Бога. И вот Христос всех, которых оправдал, и кто с горячей молитвой просил Его о помиловании, забирает тех с собой и уходит. А ты остаешься. Как ты будешь просить Господа в эту минуту? Вот так и молись. Вот это уже будет молитва, близкая к молитве этой кровоточайшей женщины. Молитвой того начальника синагоги, который все-таки приходит в дом Иаира и исцеляет 12-летнюю дочь его. И вот, дорогие, мне хотелось бы, разъясняя это святое сегодня Писание, его смысл, дать вам всего три, но очень важных, на мой взгляд, совета. Постарайтесь их, пожалуйста, запомнить. Это те три совета, которые вам обязательно пригодятся в любом обстоятельстве вашей жизни. То ли в болезни, то ли в скорби, в тревоге или в посетившем горе. Не забудьте их. Они очень просты и доступны. Первый из них. Когда постигнет тебя беда любая, постарайся сразу вспомнить о Боге. То есть молиться ты там еще и не вспомнишь, что, но вспомни, что Он есть и Он присутствует рядом с тобой. Он просто рядом, потому, что Он вездесущ. И не забудь, что вот теперь ты можешь с Ним начать разговор. В любом состоянии, в любой ситуации, какой бы ты ни оказался. Второй совет. Начни говорить с Богом. Господи, я знаю, что Ты есть, что Ты рядом. Нет такого места, где бы Тебя не было. А потому, Господи, я понимаю, что все, что со мной случилось, это по делам моим. Помоги мне. Спаси меня. Исцели меня. И мою душу не оставь, Господи. Спаси. И вот этот живой разговор, вспоминая какие-то молитвы, вот здесь уже придет на память символ веры. Верую, Господи, исповедую. Верую, Господи, что Ты, Отче наш, вспомнили, Отче наш, прочитали. Архангельское приветствие Деве Марии, Богородице, Девы, радуйся, благодатная Мария, Матерь Божья. И вот здесь есть время перейти от этого шума, страха, переживания к общению с Богом и с Богородицей. И третий совет. Когда вы помолитесь, когда иссякнут знания ваших молитв, а поэтому молитвы нужно как можно чаще стараться читать самостоятельно, и уже без молитвослова запоминать молитвы. И самые главные молитвы нужно стараться читать. И что-то из Псалтири, живые помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворяться, и так далее, и так далее. Вот что вспомнили, молимся, просим Господа. И третий, когда уже прочитали все, что есть, нужно сказать, Господи, я помню, чем заканчивается молитва Твоя, потому что она молитва Господня. Она заканчивается словами, «Да будет воля Твоя, потому что Твое есть и царство, и сила, и слава. Я вверяю всю мою жизнь, все обстоятельства, в которых я оказался, в Твои любящие отеческие руки. Да будет воля Твоя, Господи». Вот три этих важных совета постарайтесь не забыть. В любом обстоятельстве скорби, болезни, трагедий, беды и каких-то непредвиденных обстоятельств вспомните о Боге, что Он рядом, что Он никогда не попустит любящим Его больше, чем Он может перенести. Доверьтесь Ему. И завершите именно словами, «Я не просто Тебе доверяю, Господи, ну что, вера – это не просто вера того, что Бог есть, но веришь или не веришь, Ему-то что? Тому, Который есть, и есть Он любовь. А когда Ты все предаешь, всю жизнь, всю душу, все обстоятельства, «Господи, я вверяю в Твои руки отеческие, и знаю, что мне так будет лучше», «Я доверяю Тебе». И еще и еще раз говорю, «Да будет Твоя воля, Господи, не моя. Как Ты хочешь, так и поступи. Я со смирением, как верующий человек, который ходил и хожу в храм, доверяю и вверяю всю свою жизнь в Твои крепкие руки». Вот прошу вас, запомните эти, дорогие братья и сестры, простые три совета, и постарайтесь ими пользоваться. Не на себя уповать, не на свои силы, и не просить, вот я вот так хочу, Господи. Попроси, но в конце сказали, ну не как я, а как Ты хочешь, Господи. Ведь помните, даже сам Христос, когда в Гефсиманском саду молился, Он просил, «Доминует Меня чаша сия, чаша скорби». Вы представляете, какое впереди не просто испытание, страдание ожидало Христа, и по-человечески Он молил Бога Отца, «Доминует Меня это то, что ожидает, ожидает, но не как я, а как Ты хочешь, да будет воля Твоя». И Христос исполнил волю Отца. Вот представляете, какую силу будет иметь наша с вами вера и молитва, если мы будем вот так обращаться к Богу в любом обстоятельстве нашей земной жизни. А закончить мне хотелось бы такими замечательными словами. «Я Бога каждый день благодарю за то, что Он всегда со мною рядом, за то, что Он дает не то, что я хочу, а то, что мне на самом деле надо. Вот давайте Бога благодарить за то, что пока есть и хорошо вокруг, и в доме тепло, и сейчас придете, есть что покушать, и живы, здоровы все. Давайте научимся благодарить Бога, все присутствующего, везде рядом находящегося, каждый день, каждый час, за то, что Он всегда со мною рядом». «Отбайн» Играет музыка «Все присутствует»